Собственно, кадры, которые облетели уже, я думаю, все социальные сети, все мессенджеры, большая часть того, что там происходило, мы показывать не можем, во-первых, из-за ограничений со стороны видеохостинга YouTube, потому что действительно могут эту трансляцию просто отключить и в будущем заблокировать. Такие правила на различных интернет-площадках и социальных сетях, и YouTube в том числе, с этими правилами нужно и придется считаться. Еще одно ограничение, которое здесь будет очень мешать в обсуждении этой темы, это так называемое оскорбление чувств правоохранительных органов. Последние изменения в законодательстве вносят ряд сложностей в части критики ФСБ, следственных комитетов, прокуратур, других силовых правоохранительных ведомств. И предусмотрено серьезное вплоть до уголовной ответственности, если эта информация будет отличаться от того, что они себе там думают, поэтому это также будет очень и очень сдерживать объективные обсуждения, объективные оценки. Но я думаю, все по большей части в курсе того, что происходило за эти сутки, информация обросла уже в принципе официальными обращениями, и в первую очередь вызывают вопросы хронология всех этих событий, когда террористы до сих пор пока разнятся данные. Кто-то говорит, их было четыре, кто-то говорит, один погиб в результате, его убили в результате нападения, и террористов было пять, но в любом случае они подъехали в торговый центр на автомобиле, вышли из него с оружием и открыли огонь по охране. Помимо этого, люди, которые присутствовали в холле, граждане, которые заходили, подходили к торговому центру, они также стали объектом для стрельбы, многие погибли, кто-то был ранен. И есть очень, скажем так, четкие видеокадры, на которых видно, что людей добивали. То есть была проявлена максимальная жестокость и, как я уже вначале говорил, бесчеловечность. Это действительно кадры, на которых смотреть просто спокойно невозможно. После этого нападавшие пошли в помещение самого концертного зала. Это один из крупнейших концертных залов России. Там шла или готовилось выступление, концерт, группы, не помню, как они называются, пикник вроде. И там присутствовало шесть с лишним тысяч человек. Я не понимаю, почему в СМИ, в прессе отсутствует итоговая цифра, сколько находилось в самом торговом центре. Он действительно очень больших размеров. Я ни разу не был, но многие рассказывали о том, что действительно это очень большая площадка. И я так понимаю, что, наверное, тысячи людей находились вне этого концертного зала. В кафе, в ресторанах, в кинотеатрах, просто в каких-либо магазинах. Потому что это было 8 часов вечера по Москве. И я думаю, что все работало. Большая часть, по крайней мере, различных заведений, учреждений функционировали. Собственно, примечательно, что нападающие были без масок. Это в 2024 году не только в России, в мировом каком-то таком масштабе. Наверное, представить нельзя. После ковида маски для многих стали привычным атрибутом. А человек, который идет на преступление, ну, наверное, этим будет озадачиваться в первую очередь. То есть террористы не собирались прятать свои лица, не собирались как-то быть анонимными. И это, конечно, вызывает очень много вопросов. После того, как они прошли в концертный зал, прозвучало несколько взрывов. Как минимум один взрыв. Кто-то пишет, что это взрывы было несколько. Взрывы были зажигательные, которые спровоцировали пожар. То есть это был фактически поджог кресел этого концертного зала и, соответственно, других атрибутов. И начался очень серьезный пожар. Примечательно, что когда на место приехали пожарные, они не смогли приступить к тушению пожара. Потому что в здании была стрельба. Предположительно, там находились нападавшие, террористы. А когда приехала группа захвата, они не смогли, как неподтвержденные источники писали, приступить к своей функции. Потому что в здании был пожар. И вот этот замкнутый круг, как я понимаю, вызывал ряд вопросов. Но самое удивительное во всей этой ситуации, что после нападения, после убийства множества и множества граждан, людей, нападавшие просто сели в свою машину и уехали. И когда ты такое слышишь, ну это звучит, знаете, неправдоподобно. А как это в принципе возможно? Как это зашли с оружием, убили огромное количество людей, просто вышли, сели в автомобиль и уехали. В 2024 году, когда власть рапортует о своем всесилии, когда выделяют новые миллиарды и миллиарды рублей, как они говорят, на безопасность. Когда у нас введен режим повышенной готовности, о котором говорит президент Путин, премьер-министр Мишустин, руководители силовых ведомств, главы каких-то, значит, субъектов и регионов и городов. И в столице, в первую очередь, Москва, Подмосковье, да, они в этом плане являются приоритетными. И эти режимы повышенной готовности в центральном федеральном округе, они объявлены в 22-23 году. Ну то есть, я посмотрел перечень законодательный. Там прям черным по белому прописано, что это дополнительные меры по обеспечению прав, ой, что говорю, прав, безопасности и заботы о собственных гражданах. И вот этот режим повышенной готовности оказался режимом повышенной неготовности. То есть, на бумаге, для галочки, а на практике, да, ну такие большие учреждения, да, где находятся тысячи людей одновременно. И никакой защиты со стороны государства, со стороны правоохранительной системы не было. Я сегодня послушал несколько блогеров, да, которые занимаются типа политикой, да, и я просто подофигел, да, люди защищают правоохранительные органы. Говорят, ребят, ну, а при чем здесь они-то? Насколько я понимаю, как раз-таки должна была быть активное участие, да, в части предотвращения, недопущения этих вещей. То есть, очевидно, да, что террористы, ну, в принципе, это и подтверждают, как я понимаю, официальные органы, да, знали, куда они идут, у них были планы, у них было ли заранее, как я читал в ряде телеграм-канал, по-моему, и СМИ писали, да, все это оружие, да, все это заранее готовилось, да, и единственные, кто были не готовы, те, кто должны были граждан защищать в данном случае. Я, безусловно, считаю, что это фиаско для правоохранительных органов и власти в целом. Потому что террористы не просто сели в автомобиль, они еще и доехали до соседнего региона, бросили в какой-то деревне машину, и их там через какое-то время в лесах там начали ловить. Но, простите, это невозможно представить, потому что власть рапортует о системе распознавания лиц, о миллионе видеокамер, треть которых официально подключена к этой системе распознания лиц. И все это дело оказалось, ну, это не сработало. То есть, когда нужно ловить митингующих, или граждан, которые проявляют активную гражданскую позицию, выходят с одиночными пикетами, которые говорят о том, что яйца по 200 рублей это позор для страны. И оказалось, что это не для террористов эти системы распознания лиц. Это не для террористов эти режимы повышенной готовности. Это для того, чтобы митинги не согласовывать, для того, чтобы, там, я не знаю, оппозицию каким-то образом щемить. А в тот момент, когда это нужно по назначению использовать, это не работает. И я искренне не понимаю, люди, которые были без масок, которые были, ну, скажем так, в местах, где это скопление камер максимальное, там на каждом, я не знаю, ну, не сантиметре, а каждом метре по видеокамере. Какие-то отдельные локации, они окружены этими видеокамерами. И в конечном итоге вот эта система распознания лиц, которая нам для нашей безопасности делается, да, оказалось-то нифига себе небезопасна. Я не представлял до этого момента, что такое возможно. У меня в голове, ну, как и у любого человека, который долго на это смотрит, тоже есть какая-то, если так можно выразиться в кавычках, профессиональная деформация. У меня действительно были ожидания, что подобная ситуация невозможна. Самое для меня непонятное, самое разочаровывающее, это информация, которая ранее звучала от Великобритании и США. Публичное предупреждение граждан этих стран, которые могут находиться в России, о возможных готовящихся терактах. Ну, то есть, это уже не стереть информация, которая звучала в прессе во всеуслышание, информация, которую проигнорировали российские власти. Реакция была, и мы, в принципе, слышали выступление президента, который отметил эти предупреждения словами о провокациях. Отметил комментариями эти предупреждения, что это делается для устрашения, для запугивания российских граждан. И сейчас, после того, как этот страшный теракт, это страшное бесчеловечное событие, происшествие произошло, я не понимаю, как должна реагировать, что должна говорить российская власть. Ну, очевидно же, да, что была информация, и эта информация не была взята в работу, были сделаны выводы о том, что это все в раке, и это все для других вещей делается. И после того, как трагедия произошла, ну, хотелось бы услышать какие-то комментарии на этот счет, хотелось бы увидеть какие-то выводы, кадровые, может быть, решения. Я уверен, что наверняка работала какая-то команда, то есть анализ этих заявлений какой-то широкий круг людей делал, и я пока не вижу никакой реакции, чтобы вот эта персональная ответственность, потому что пострадало огромное количество людей, 154 человека пострадали, и 133 человека погибли. Там разные цифры, эти данные, они подтверждены Следственным комитетом, хотя ряд телеграм-каналов и СМИ говорят о гораздо более значительных цифрах, и мы должны понимать, что этот список, к сожалению, может шириться, может расти, может увеличиться. В первую очередь потому, что в результате пожара обрушилась кровля этого концерта-зала, этого торгового центра, и кто оказался под завалами, под этим пожаром, мы не можем с вами точно гарантированно сказать. То есть потенциально этот список может шириться. И, учитывая, да, эту картину, я не понимаю молчание власти. Я видел на практике множество различных примеров, когда они отмалчивались, но не в этой ситуации. Это трагедия, которая охватила всю страну. Да, наверное, психологически для людей это сработало очень, очень... Люди в страхе, в шоке. Люди пока находятся в таком состоянии, до конца не осознавая, что произошло. Но это очень быстро пройдет, и вот эти вопросы, которые повисли в воздухе, не получив ответа, Я думаю, что власть не сможет, да, говорить о том, что возмущение спровоцировано Западом. Это возмущение будет абсолютно логичное. Почему нету честного диалога? 133 человека погибло. Пользуясь случаем, хотел выразить слова соболезнования, семьям, родным, близким. Это страшная трагедия, и вся Россия скорбит. С другой стороны, да, обратиться к тем, кто наверху в очередной раз с призывом абсолютно логичным, конструктивным, говорить со своим народом честно. Я не представляю, какое количество видеозаписей, фотографий, свидетельств накоплено, потому что, еще раз говорю, это объект, в котором этих видеокамер было, ну, просто натыкано везде. Вы не увидите ничего в интернете. То есть это все засекречено, это все изъято, это все, значит, заблокировано. И я искренне не понимаю, почему. Ну, естественно, может быть, там какие-то, ну, действительно страшные вещи, может быть, действительно показывать не нужно, чтобы психику граждан поберечь, но здесь в данном случае просто какая-то изоляция информационная, чтобы граждане как можно меньше, там, какие-то вопросы себе в голове рисовали. Очень важно, да, и заслуживает отдельного внимания, видеозадержанного. Когда задержали первого террориста, его начали, ну, не допрашивать, ему начали задавать вопросы сотрудники, да, силовики. И на очень ломаном русском языке, очень плохим и не совсем понятным, значит, языком, да, ну, человек, как сказали, из Таджикистана, и жители Центральной Азии, значит, там, не все знают язык, и на вопросы, зачем ты это делал, он говорит, мне заплатили деньги. Он озвучил цифру в 500 тысяч рублей, 500 тысяч, из которых 250 он получил. Капиталистическая система еще никогда не оценивала ЖИИН так низко, ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации. Да, мы с вами здесь периодически в качестве аргументации этого, этой формулировки, да, этого подхода мы приводим с вами величину минимального размера оплаты труда, минимального размера прожиточного минимума. Это тоже своего рода отношение, некая шкала, которую мы можем с вами оценить, да, но здесь речь идет не о возрасте дожития, как говорит власть, здесь речь идет о просто убийствах, 500 тысяч рублей ему заплатили, пообещали в данном случае, с целью стрелять во все, что движется. Если деньги возведены в высшую ценность, очень сложно рассчитывать, что люди будут мерить свою жизнь каким-то другим мерилом. Понимаете, если мы говорим о совершенно другом подходе, к производственным отношениям, к экономике, к общественной, политической жизни, вот представьте, да, что люди удовлетворены в своих жизненных потребностях, что они обеспечены всем необходимым, что их уверенность в завтрашнем дне, их семья, их дети, да, все это имеет действительно по-настоящему справедливое отношение и подход. У них есть уверенность в завтрашнем дне, для чего им перечеркивать свою жизнь, для чего им идти под статью на пожизненный, или там еще, может быть, еще более суровую какую-то перспективу. Если у них все есть, и представьте другой подход, да, капиталистический, где вот эта тема миграции исчисляется миллионами, где цинизм, где алчность, где всевластие денег, где конкуренция политическая на международной арене, внутри вытекает в любые самые жестокие, самые бесчеловечные решения, почему общество наивно полагает, что эти вещи просто сами по себе прекратятся. И я считаю, что при капиталистических отношениях по-другому-то, да, представить себе картину очень сложно. Поэтому, когда мы говорим о по-настоящему принципиальных решениях, которые устранят причину множества проблем, в том числе этой проблемы, это задача, да, это борьба, это цель, она по-настоящему святая и во всех смыслах слова прогрессивная и справедливая. И пока люди не увидят этих элементарных вещей, пока мы им не объясним, это будет только устрашать, да, еще больше пугать и угрожать, и наносить вред, урон и жизни, и здоровье граждан. Президент Путин выступил с обращением. В обращении он сказал, что террористы будут преданы забвению, что их будет ждать забвение, что их будет ждать, как же он сказал, ну типа кара, да, неизбежная. И я слушаю, и знаете, такое дежавю, такие вот какие-то перехлесты, да, с вот этими обращениями, если помните, мочить в сортирах там и так далее. И это просто задумываешься, 24 года прошло, да, а проблематика осталась та же. 24 года прошло, а аргументация та же. Журналистов, которых избивали люди в форме, вот, и достаточно большое количество либо тех, кто вышел, да, либо тех, кто шел мимо, хотя это маловероятно, да, что там можно идти мимо, то есть вот под крики, под угрозы, под изумленные взгляды я не понимаю, для чего это нужно делать сейчас. Я понимаю, что есть определенная привычка, есть некий такой традиционный подход, да, но сейчас люди запуганы, сейчас у людей, наоборот, большая потребность в защите, там никто плакат-то не держал, никакие там лозунги не кричал, и все равно, тем не менее, сотрудники Росгвардии доставали дубинки и избивали тех, кому помочь нужно. Представляете, там страдают люди, там умирают люди, там кого-то выносят с ранениями, с пулевыми, да, кто-то в тяжелом состоянии, и рядышком стоят сотрудники правоохранительных органов, которые лупят собственных граждан. Ну это же просто какой-то дебилизм. И я искренне не понимаю, очень хотелось бы послушать, что это за ведомство непосредственно, да, каким структурам эти правоохранительные сотрудники прикреплены, да, так сложно сказать, по виду похоже на одеяние росгвардейцев, но теоретически это могут быть и какие-то другие специальные подразделения или какие-то отделы Министерства внутренних дел. Я не понимаю, просто не понимаю, на какой эффект рассчитывают руководители, которые подобные приказы отдают.